Здравствуйте! Очень часто мои знакомые жалуются, что цветы после покупки в магазине частенько погибают в домашних условиях. Вы на канале Садовая Шкатулка. Будем разбираться вместе. Уже, наверное, прошло недели три, как я купила в магазине вот этих три малыша. Это Церапегия, Портулакария и Пепперомия. Я люблю покупать маленькие растения и наблюдать, как потом на моих глазах они вырастают в хорошие, пышные, красивые кусты. Но что же происходит с этими растениями до того, как они попадают в наши заботливые руки? Они стоят где-то в питомниках, на складах, в магазине, стоят на больших стеллажах, очень близко друг к другу. И, конечно же, у них там передаются и какие-то болезни, и различные вредители. Помимо всего, их грузят в машины. Это может происходить и в жару, и в холод, и в дождь. И, конечно же, они испытывают очень большой стресс. Потом мы их покупаем в магазине, очень часто заворачиваем в бумагу и приносим домой. И получается, что растения у нас с вами уже заразились болезнями, заразились вредителями. Мы несли их где-то тоже, возможно, и зимой в прохладную погоду. Приносим домой, и растения начинают болеть. Но что же сделать для того, чтобы все-таки помочь нашим растениям выжить, поднять их иммунитет? Какие же действия мы должны с вами предпринять? Прежде всего, когда свои растения я принесла домой, я не стала с них сразу снимать вот эту бумажную упаковку. Дала им час-два постоять в квартире, прям в упаковке. Это необходимо для того, чтобы уличная и комнатная температура сравнялись постепенно. И растение испытывало меньший стресс. Второе. Обязательно всегда свои растения я ставлю на отдельное окно. Даже не то, что на отдельное окно. Потому что какие-то вредители, они могут передаваться, перелетать, переползать. И поэтому я их даже ставлю в отдельную комнату на окно, в другую комнату, где нет других растений. Ну, у меня таким служит окно на кухне. На кухне у меня чаще всего нет никаких цветов. И там у меня стоят именно растения, которые находятся на карантине. Многие рекомендуют после покупки дать растениям постоять недели две-три, для того, чтобы понять, есть ли какие-то вредители на них. Вот, друзья, я никогда не держу растения две-три недели. Я сразу же после покупки, ну, дня через два-три, когда у меня есть время, я их обрабатываю. Вот свои растения я сразу после покупки обработала фитовермом. Это самый такой, наверное, простой препарат, который можно купить в любом магазине. И к тому же фитоверм, он действует как акарицид от паутиного клеща и как инсектицид от остальных вредителей. Но единственное, что я, дозировка, которая написана на упаковке, я ее увеличила в два раза. Многие из нас, конечно же, после покупки обрабатывают растения от вредителей. Но, к сожалению, практически никто не обрабатывает растения от заболеваний. А это, наверное, основная причина, по которой наши растения, это дома, после покупки у нас и погибают. Свои растения, каждый раз при поливе, после приобретения их, в воду я добавляла фунгицид. Фунгицид на растениях можно использовать любой, химический или биологический. Я привыкла, у меня всегда дома есть биологические фунгициды. Они могут быть разные абсолютно, разная форма у них может быть. Это гель, какие-то таблеточки, порошочки, даже в жидком виде. Пожалуйста, используйте любые, какие найдете, какие вам понравятся. Биологические фунгициды в домашних условиях можно спокойно использовать на любых растениях, в том числе и овощи. И не боятся, что мы как-то передозируем, наши растения погибнут, возможно, от какого-то ожога. К счастью, в этом случае ожог растений невозможен. Вот многие из них, допустим, можно прям и поливать, как фитоспорин, и опрыскивать по листве. Терихоцин, например, очень хорошо используют для обеззараживания почвы. Прямо полить почву, либо внести, если мы будем говорить уже про пересадку, его можно прям внести в почву, дать немного постоять, увлажнить и потом посадить туда растения. Отлично спасает от различных заболеваний, которые находятся в почве. Глиоклодин, это таблеточки, которые можно прям вот так вот пальчиком взять и вокруг нашего цветочка, прям вглубь туда корешкам эти таблеточки воткнуть. Тоже очень отлично действует и на цветах, и на овощных культурах. Друзья, поверьте, если вы будете использовать все вот эти препараты, ну не все, да, конечно, какой-то один из них выберите, но обязательно, если вы своим цветам подключите препараты против болезней, цветы у вас начнут погибать намного реже. Мои цветочки, поскольку находятся в очень хорошем состоянии, их, конечно, уже можно пересаживать. Давайте еще раз повторим, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы спасти наше растение, помочь им выжить. Это отдельное окно для адаптации и карантина, это обработка инсектицидами и акарицидами от вредителей клеща и обязательно, прям подчеркиваю этот момент, обязательно обработкой, полив растений биологическими фунгицидами, ну или химическими, если у вас есть желание. Вот эти шаги помогут нам с вами спасти наши растения. Они работают 100%. Друзья, а вашим растениям я желаю крепкого иммунитета, здоровой листвы. До новых встреч, пока!